добрый день сегодня хочу рассказать вам про такую обработку которая называется поиск и удаление дублей как ей пользоваться и какие дивиденды она там может принести и облегчить жизнь дубли 1с появляется периодически по различным причинам основной там причина это некорректный ввод либо обмен там со сторонними базами данных бы дубли появляется таких справочниках номенклатура контрагенты иногда если вы там не вводите и н.н.н. потому что по н.н.н. идет проверка физические лица очень часто при обмене с различными базами зарплаты и управления персоналом либо при ручном вводе соответственно сейчас покажу как об этом избавиться как от этого избавиться открываете инс и администрирование и здесь у нас есть раздел обслуживания соответственно здесь есть пункт меню корректировка данных и есть поиск удаления дублей соответственно здесь вы можете выбрать справочник либо даже документ либо вообще какой-то объект базы и проверить его на дублирование по каким-нибудь принципам вот ну давайте рассмотрим на примере физически физических лиц да то есть здесь есть отбор соответственно можно отбирать только те позиции которые не помечены на удаление либо там добавить какой-то новый элемент отбора в какой-то группе искать но обычно им не пользуются соответственно здесь базовый вариант это вот фамилия имя отчество совпадает по похожим словам давайте посмотрим что будет если мы запустим эту обработку в таком виде нажимаем кнопочку найти дублей и программа нам находит большое количество дублей да то есть но опять же если посмотреть внимательно можно увидеть что программа считает что допустим дубль который называется дубинин петр николаевич это одинаковые элементы которые вот называется дубинин петр николаевич и дудиков петр николаевич Иванов Петр Федорович, вот здесь одинаковый, да, то есть, ну, очень похоже на дубль. И вот Петрищев Олег Константинович, здесь совпадение по слову Константиновича и Герасченко, Ольга Викторовна, здесь совпадение по имени и отчеству Ольга Викторовна. И, соответственно, дальше программа помечает ту позицию, которая, по мнению программы, да, то есть, является оригиналом. То есть, каким образом она это делает? Вот здесь есть такой флажок, да, то есть, который указывает количество мест использования. То есть, чем больше мест использования для конкретной позиции, тем, по мнению программы, она оригинальнее, да, то есть, ну, по сути дела, если у вас там, допустим, идет использование двух одинаковых элементов, да, то есть, один использовался один раз, а второй, там, 55, то логично, что тот элемент, который использовался 55, является оригинальным, а второй является дублем. Но вы можете это переопределить и сказать, что, вот, наоборот, другая позиция является оригинальной. Вот, допустим, я сейчас нажал, и вот эта клавиша поменялась. Вот таким образом это делается. Ну, давайте сначала избавимся от лишней информации, да, то есть, вот сравнивать FIO совпадает по похожим словам, мы сделаем следующее, то есть, мы просто нажмем, что FIO совпадает, найти дубли, и, соответственно, здесь у нас появится следующие варианты, только Иванов Петр Федорович, но, опять же, не все так однозначно, там, как говорится, давайте посмотрим, что это за Иванов Петр Федорович, да, то есть, вот, Иванов Петр Федорович здесь и здесь. В чем нюансы использования этого справочника? Нюансы использования справочника, что справочник физические лица, да, то есть, может содержать две одинаковых позиции, то есть, у человека может быть полностью одинаковая фамилия, имя и отчество, однако, при этом, у них могут быть разные даты рождения, либо разные документы, либо разные ННН, конечно же, то есть, вот здесь есть такая графа уточнения, соответственно, можно информацию отсюда убрать, и попробовать сохранить позицию, когда полностью, вот, полностью одинаковое на, полностью одинаковое фамилия, имя и отчество, соответственно, нажимаем записать, и нам программа говорит, что физическое лицо с такими фамилиями и отчества уже существует в информационной базе, это вот конкретно нюанс справочник физических лиц, поэтому требуется уточнение. В качестве уточнения лучше всего для физических лиц использовать дату рождения, да, то есть, у вас элемент будет выглядеть вот так, Иванов Петр Федорович 80-го и Иванов Петр Федорович, да, то есть, он 78-го года рождения. Соответственно, для физических лиц набор фамилии, имя и отчества и дата рождения, это практически стопроцентная уникальность, ну, по крайней мере, куда бы вы ни пришли, в какую организацию, там, в больницу, в военкомат, там, еще куда-то, вас практически везде будут спрашивать фамилии, имя и отчества и дата рождения, то есть, это по всем ГОСТам самая уникальная информация. Соответственно, что можно сделать в этом случае, да, то есть, нажимаем NCE администрирование справочник, точнее, не справочник, а обслуживание, поиск удаления дублей, вот, здесь пишем фамилия и отчество совпадает, нажимаем кнопку найти дублей, И, соответственно, программа нам найдет дубли и скажет, что этот Иванов, этот Иванов на самом деле дубли. И как нам сделать так, чтобы программа понимала, что это разные элементы. То есть, соответственно, вот здесь вот сравнение. Мы можем нажать ссылку и дополнительно выбрать элементы, по которым мы еще будем проверять эту информацию. Ну, пол особого смысла нет. Можно проверять по уточнению, совпадает она или не совпадает, а можно вот по дате рождения. То есть, если дата рождения совпадает, то 100% дубль. Вот так мы сделаем и нажмем на эти дубли. И, соответственно, сравнивать дата рождения совпадает и ФИО совпадает. В этом случае у нас совпадений нет, что логично, поскольку эти два элемента, по сути дела, не являются дублями. У них просто одинаковая фамилия и имя отчества. Вот такой вот нюанс конкретно со справочником. Физические лица. Давайте теперь посмотрим, что мы можем сделать со справочником номенклатуры. Здесь просто также выбираем номенклатура. И, соответственно, отбирать все элементы, сравнивать. И, соответственно, здесь наименование совпадает по похожим словам. И сейчас нам программа выдаст достаточно большое количество дублей, вот, где мы можем увидеть, что также есть похожие слова, да. То есть, и, соответственно, программа считает, что это одинаковые позиции. И, соответственно, нужно внимательно смотреть. Вот, допустим, программа Ассорти и Барбарис, да, там, и слова Негодин, да, считает, что это одинаковые позиции. Она считает, что ботинки женские демисезонные и ботинки мужские демисезонные – это одинаковые позиции. Вот, вентилятор настольный модель 902 и 901 тоже одинаковые позиции. И, соответственно, вот это вот сравнение, оно не совсем корректное, но вы можете, как бы, посмотреть внимательно, что у вас в базе происходит. Поэтому мы выберем, опять же, наименование совпадает. Вот, нажмем на эту ссылку, и здесь наименование просто совпадает. Нажмем ОК, найти дубли, и увидим, что у нас, собственно говоря, в номенклатуре всего-то дублей не 60, да, там, как мы считали ранее, а сейчас программа найдет вот всего несколько, да, то есть ботинки демисезонные ограничены, Гонин, и вот эти вот, и вот телевизор Sharp, который вот я завел специально дубль, и телевизор Sharp, и вот этот телевизор Sharp. Вот, соответственно, в чем нюанс, да, то есть вот этот телевизор Sharp используется 95 раз, и если мы нажмем на кнопку «Подробнее», мы увидим, что, где он используется, да, что он во всяких ключах аналитики, в единицах измерения, в вводе товаров, в возврате товаров от клиента, вот начальных остатков, доверенность, заказ, отбор, перемещение, план закупок, то есть мы понимаем, что вот 95 раз использование вот этой позиции, это, скорее всего, вот эта позиция основная, а вот это ее дубль, и поэтому мы можем просто взять эту позицию и удалить, удалить, и, соответственно, после того, как эта позиция удалится, да, то есть мало того, что она удалится, еще все произойдут замены, да, то есть если вот та первая позиция, которую мы сейчас удалили, была где-то использована, но там не 95 раз, а меньше, то в эти документы, в эти справочники будет подставлена новая позиция, и, по сути дела, у нас все элементы заменятся, то есть вот такая очень удобная процедура, которой нужно пользоваться. Вот таким образом работает поиск и удаление дублей, я рассказал вам про то, какие есть нюансы, то есть нюансы следующие, это справочники, физические лица, может быть одинаковые физические лица, которые совпадают полностью по наименованиям, вот, если вы ищете по умолчанию дубли, поиск и удаление дубли делаете по умолчанию, и выбираете вариант, что все элементы по умолчанию совпадают по похожим словам, то, скорее всего, у вас будет выдано большое количество позиций, и, соответственно, нужно внимательно смотреть на них, потому что программа сравнивает текстовые строки, именно если они там совпадают, там, условно говоря, больше, чем на 50%, она считает, что это дубль, поэтому нужно внимательно смотреть, проверять, и лучше всего выставлять, не совпадает по похожим словам, а совпадает. Используйте эту обработку, если у вас появляются дубли, если у вас существуют какие-то сложности с загрузкой данных из различных систем, допустим, там, из розницы, либо из зарплаты управления персоналом, либо с интеграцией с сайтом, с 1S Bittrex, используйте эту обработку, меняйте данные, делайте это быстро, автоматизировано, и, соответственно, если у вас возникают какие-то вопросы, мы обязательно в этом вам поможем. Просто обратитесь на нашу линию консультации, жмите лайк, ставьте колокольчик, подписывайтесь на наш канал, надеюсь, что это видео было для вас полезно. Большое спасибо!